Памятник напротив Лавры стоит. Насколько я понимаю, это Александр Невский. Идём. Как я вижу, очень много, во-первых, здания Лавры ремонтируют. Здесь тоже что-то. Фасад затянут. Всё-таки Питер это какой-то город контрастов. Только что навстречу нам прошла женщина в тёплой демисезонной куртке. Пуховик целый. А следом за ней девушка шла в лёгком летнем платье. Молодые люди идут в шортах. Мы с Витей в джинсовках. Да, и нам как-то не жарко. Не жара никуда. Да. Вот тоже здание ремонтируется. Отель находится в центральном районе города. Елки-палки, глядя всех блогеров питерских, услышав сотни хвалебных отзывов, я так мечтала побывать вот в этом заведении. Пекарня Вольчика. И вот мы до неё дошли на Невском проспекте. Пойдём сейчас зайдём, посмотрим, что тут. Ну, снимать я, конечно, там не буду, но поглазеть поглазею. Ну, вау, я уже туда хочу. Сходили мы, зашли в пекарню Вольчика. Как твои впечатления? Вкусненько. Вкусненько, да, выпечка. Обалденная. Конечно, похоже, я из этого отпуска. Точно колобком меня Витя прикатит. Но побывать в Питере и не поесть в пекарне Вольчика, это, конечно, преступление. Причём цены нас приятно удивили. Пирожное безе всего 30 рублей, например. А что ты безешку в саде не взяла? Ну, что-то я сейчас не захотела. Я захотела другого. Не знаю, какое-то пирожное, не пирожное, что это, паштейш называется. 45 рублей. Витя захотел тарт яблочный. Тоже 60 с чем-то рублей. То есть ценники очень-очень руманные. А мы гуляем по Невскому. Все дома на реставрации затянуты. Да, на Невском всё ремонтируется. Там впереди площадь Восстания. Вот он, Невский. Мы сначала хотели идти вдоль Невского, там, где автомобили ездят. Но увидели пешеходную улочку. Здесь можно пройти. Здесь лавочки. Видите, у меня, как обычно, хочет присесть. В Питере пить. В Питере-пить. Белёвские сладости. Пышки в припрыжку. Как интересно. С полойками и вещами. Ну, вот это ты захотел по ней идти. Самса из Кандыра. Ага, по каким-то меня подворотням решил протащить. Пойдём, да пойдём. Ну, пойдём. Вот и идём. Вот тебе какая-то парковка. Охраняемая зона. Витя сам же не захотел идти по этой улице. Не понравилось ему, что там много мусорных контейнеров. И вот мы вышли на площадь. Московский вокзал. Если бы мы так не лоханулись с билетами на ласточку, то мы бы приехали на этот вокзал. Да, Витя? Что? Если бы мы не лоханулись с билетами на ласточку, мы бы приехали вот на этот вокзал. Ну, верно. Да, не, наверное, точно. С ленинградского вокзала уезжаем на московский, приезжаем. Что-то какое-то он невзрачный. Московский вокзал. Да, но в Москве ещё можно с Восточного уехать и приехать. Как раз около Измайлова. Но не судьба. Видно, не судьба. Видно, нет любви, видно, нет любви. Вот она, площадь Восстания. Это метрополитен, наверное, там? Или что это? Да, метро. Площадь Восстания. В метро мы ещё здесь не спускались. Ну да ладно, завтра. Всему своё время. Наверное. А мы обратно доедем на гостинице как раз. Думаешь? Ну, может быть, хоть на метро, хоть на автобусе, хоть как. На автобусе же ты не любишь, а на метро любишь. Да, я мечтаю посмотреть питерское метро, которое закрытого типа. Прям очень. Вот столовый номер один все хвалят тоже. Надо будет здесь пообедать как-нибудь. Идём дальше. Батюшка стоит. Посмотрите. Лошадка. И карета. Одуреть. Там уже Золушка едет. Нет, почему-то Золушки нет. Карета пустая. Где-то он Золушку... 12 часов в тыкву должна превратиться. Золушку где-то он потерял уже. Выпало где-то. Походу. О, придумал её где посидеть может. Прямо здесь. Вот нет, спасибо. Ты сегодня какие-то идеи подаёшь не лучшие. Посмотрите, какая толпа народу двигается по Невскому проспекту. Ужас. Присели мы всё-таки посидеть прямо на подоконниках. Здесь сидят, лавочек нет. За углом станция метро. Архитектура, конечно, очень красивая. А мы подходим к Анечкову мосту, который проходит через реку Фонтанка. Это у нас набережная реки Фонтанки. Кругом экскурсии предлагают на кораблике. Но мы... Через каждый метр. Мы попробуем заказать их через сайты. Купить экскурсии. Этим я уже вечером займусь или завтра. Пристань нянечка в мост. У нас такая... Копа коня. Смотрите, автобус какой. Лично я лет сто не видел у нас тут. Да, лет 20 в Кургане, наверное, они. Ну, тут не 20, а 15-то, наверное, точно не ходят в гармошки. Путешествия по советскому Ленинграду. Маршрут Т-2. Это экскурсионный автобус. О, хочу он щадить-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На этот раз Дубульгис меня не обманул. Действительно, набережная реки Фонтанки. Потому что сейчас где-то в толпе людей слышала. Это же набережная Мойки. Я еще так возмутилась. Дубульгис сказал Фонтанки. Точно Фонтанки. Опять толпа народу впереди. Уважаемый гость. Тортуга. Все на открытых площадках сидят. Внутри никого нет. На закрытых. Там что-то современный какой-то кораблик идет. Наверное, современный. А мы зашли передохнуть в Екатерининский сквер. Уж сильно Витя хочет на лавочке посидеть. А то ноги уже не шагают. Успел лавочку. Бабульки оккупировали. Ну, смотри. Императрица Екатерины Второй. Царствование императора Александра Второго. 1873 год. Мы по подземному переходу перешли на другую сторону. К торговому центру Пассаж. Где-то здесь, ага, вон станция метро Гостинный двор, по-моему, она называется. А мы зайдем сейчас в супермаркет Еврост Барн. Посмотрим. Сказали, здесь можно купить достаточно недорого готовую еду. У нас в отеле готовить негде. И у нас только завтраки включены. Поэтому смотрим, что здесь продают. Но цены, надо сказать, высоковаты. Рыбка разная. Кусочки фи жуча. Кусочки нерки. 139 рублей 100 грамм. Всякие сэндвичи. Напитки освежающие. Салат из дыни. Салат из арбуза. Что тут только нет. Что это? Пельмени жареные. Пельмени ручной лепки сибирские с говядиной и свининой жареные. 159 рублей. Разные салатики есть. Причем магазин тянется очень и очень далеко. Есть различные салаты. Разные салаты. Пока цен не вижу. Сашлы. Сэры, колбасы. Выпечка. Пончики берлинские. Бурек с сыром. Бурек с мясом. давайте посмотрим вот есть торты чизкейк именно всего сто тысяч четыреста пятьдесят чизкейк ага чизкейк это наверно вот этот а это будет торт ягодный тысяча семьсот пятьдесят плод со свининой 39,90 на 100 грамм бараниная 84,90 стеклянная лапша татайский с курицей 239 штук плов с курицей 41,90 плов с говядиной 49,90 шашлык вот есть но здесь нет ценника вот она лапша бог то есть в принципе выбор огромный точно голодными не останетесь пиццы различные кусочки 99,89,109 так что здесь еще бургеры различные здесь десерты тоже вот различные кончики берлинские сувенирная продукция также имеется снова фруктовые салаты нарезка ну собственно вот такой выбор как тебе супермаркет но там видимо уже фудкорт пошел где можно что-то на месте покушать ну да здесь в принципе разогреть можно было же сказано так что ну что выйдем в ту сторону посмотрим дойдем до конца ну там есть выход не знаю пойдем посмотрим вот микроволновки есть места где можно посидеть покушать вторая микроволновка вижу все спокойно сидят кушают отдыхают дальше пошли уже более мелкие магазинчики вот такой он супермаркет евроспарк мы снова зашли подземный переход здесь куча всяких песочков подарки и сувениры продают а мы идем к метро как-то удобно спустился и не слишком глубоко и прошел три шага и уже хопс и ты перешел такой оживленный Невский проспект отлично кто тебя не задавит да только что мы были вот там вон он евроспар супермаркет на той стороне а уже оказались с этой стороны обратите внимание что у питерского метро буквы м не такие как в москве а мы пошли в метро прошли мы и спускаемся сейчас посмотрим чем питерское метро и обличается от московского ёу кипалки посмотри вниз да уж вот это глубина а мы все едем это станция метро гостиной двор ну и куда нам я здесь не вижу наши станции вообще куда-то мы пришли а вот площадь Александра Невского вижу м4 что это означает это где видите закрытые двери то есть мы не видим линии по которой ходят электропоезда это сделано для чего мы с тобой читали от потопа от потопа защита от метро от потопа там подошел поезд сейчас откроются эти двери мы сразу попадаем в вагон а вот и наша станция метро там площадь Александра Невского 2 а где на выход вагон еще раз показываю сейчас двери откроются и сразу же попадете в вагон метро такое чудо мы еще в первый раз это телепорт телепорт двери открыли зашелся ну да следующий двери открылись вышел о о е-мое это еще выше боже мой тут пока наверх поднимаешься с ума сойти можно ну и главный вопрос туда ли мы приехали а то есть Александра Невского 1 Александра Невского 2 попробую разберись ага уже вижу туда вон они киосочек цветы а пойдем мы сразу же наверное в отель здесь же можно пройти какие-то кассы а может и не можно а куда а это Москва торговый центр заходим ну пойдем по улице ну то есть разобрались приехали с первого раза туда куда нужно ой а там зачем-то вода стоит вот мы и вышли мы выбрались мы выбрались мы выбрались вот она вкусная точка сейчас мы нашу машинку увидим воды надо в номер взять кстати да и вход в отель ну что вам наша мордочка нашей машины видна а вот он и перекресток господи а я то переживаю соседние двери у супермаркета вот она машинка ну а на этом дорогие друзья позвольте на сегодня откланяться мы добрались наконец-то до нашей гостиницы посмотрели на метро покатались да устали очень сильно проснулись сегодня в 6 утра время уже у нас без пяти десять вечера двадцать один пятьдесят пять так что будем ложиться отдыхать чтобы завтра с новыми силами гулять по Санкт-Петербургу она мне еще вечером говорила на два часа будильник заведет у меня в планах здесь у нас за окошком мост раздвижной разводной я сейчас уточню время в какое время разводится мост Александра Невского и в планах поставить будильник чтобы посмотреть на это зрелище иначе ради чего мы ехали в Питер на мосты посмотреть я вообще не знаю высплюсь я сегодня опять или нет а утром вставать рано завтраки с восьми до десяти да так что а иначе все а спать некогда мы же приехали Питер смотреть а не спать в конце концов сон нам только снится ну ладно друзья спасибо что были с нами всем спокойной ночи и пока пока до завтра пока